Всем привет, с вами Элис и мой канал Перевик. Сегодня будет очень сладенькое видео, извините, если я вызову у вас аппетит. Ставь лайк, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, если ты любишь сладкое и не можешь прожить без него день. Сегодня мы приехали в Калифор, это продуктовый магазин в Франции. Мы с вами посмотрим, какие же сладости тут продаются и что можно будет приобрести и чем насытиться вдоволь. Что мне нравится в Калифоре, это какой-то огромнейший ассортимент товара, да и то, как все аккуратно уложено. То есть у каждой шоколадки и у каждого вида свое определенное место и все это так красиво стоит в ряд. И вот посмотрите, какой большой ассортимент. И тут есть как белый шоколад и как черный. И 2,50 кранч от Nestlé. Внизу есть очень хорошая замена под этот шоколад. За 1 евро можно купить карифуровский. Я в последнее время стала очень следить за собой, своим весом и образом жизни, поэтому я стала следить за тем, сколько калорий съедаю я в день. Поэтому для меня очень важно, чтобы на упаковках было написано, сколько калорий в одной, например, плиточке. Кто любит киндер? Вот тут очень их много. Также смартис и милка. А их тут очень много и выбор тут, конечно, офигенный. Мне больше всего нравится с Oreo на самом деле. А наверху есть карифуровские. И они стоят по евро, а такие вот вкусненькие с молочком по 2. Оливей шоколад Линд. Вообще Линд это самый дорогой шоколад, который изготавливают в Швейцарии. Как тут написано, с 1845 года. Цена у них, конечно, такая, не маленькая. По 3 евро. А рядом Котдор. Это тоже французская марка и достаточно такая дорогая. Такой слоник у них, налога. О, новые шоколадки на стле. Новое оформление, я таких не видела ещё. Даже Магнум. Ого. И ещё Линд. И вы только посмотрите на это безумное количество. То есть тут есть разные вкусы. Вот это, я уверена, было бы очень вкусно. Ну или же, например, кокосовое, потому что я люблю кокосовое. А вот как будет смотреться с перцем, не знаю. Даже макарони есть. А тут на стле и карри фуровский. Тут уж такие вот, типа печеньки шоколадные. И на самом деле это безумно вкусно. Да что вам говорить, вы сами знаете. Вот такие вот наборчики стоят по 6,5 евро. И тут есть как Марс, так Свикс и другие марки. И это просто супер. Кстати, я покупала как-то вот такие вот конфеты. И они нереально такие сладенькие, но в то же время жирные. А Таблерон это тоже известная вся марка. И наверху Линд. А вот набор из этого стенда можно купить как сувенир подруге или другу. Вот тут Нуга, например, есть. А вот тут есть Промощьон. То есть это как бы товар по скидкам. Тут есть как буэна, так и вот такие вот компоты. В последнее время я нереально подсела на пюре яблочное. И я прям ем каждое утро и с большим удовольствием. Потому что это нереально вкусно. Вот и все эти компоты. И ты, значит, выбираешь, приходишь сюда. И у тебя такой вот выбор. Манго. Я обожаю манго. А вам нравится? Напишите в комментарии. ММДэмсы, посмотрите, как их много. Кроме стандартных ММДэмсов с орешками внутри, а также просто молочного шоколада, тут есть еще вот такие вот Криспи, которые хрустящие и они круглые. Снизу я нашла вот такие вот упаковки по 5. Ой. По 5 ММДэмсов. Стоит 1,80. И также есть вот такие вот шарики Кит Кат. В России не продаются вот такие вот макси размеры по 550 грамм. Да ну, серьезно, ребят? Вот такие вот так же баночки тут есть. Они стоят 2 евро, а вот такие вот наборчики по 4. Но тут также есть и хорошая замена всяким ММДэмсам, которые стоят в 2 раза дешевле. Даже Кит Кат уже стали выпускать вот такие вот кругляши. А линд очень вкусно, особенно с черникой. Тут всем уже известны конфеты и тут как Кит Кат на баунти. Но вы посмотрите на эти размеры. То есть ни в каком магазине в России вы не найдете такой вот просто, ну, шок размер. И, конечно, офигеть. По киндерам что у нас? Тут вообще разные виды и барби. Кстати, я собирала киндеры, покупала их, когда Винкс были вместо барби. Мне приглянулась вот такая вот упаковка с миньончиками за 3 евро. А также внизу мы видим медвежат. А тут жевательные резинки и их положили прям даже вот в такой стеллаж с подсветкой. Я сначала подумала, что это холодильник. И зачем, мол, жевательные резинки в холодильнике? Тут намного больше выбора, чем в России. Приблизительная цена 3,5 евро. А так что это Скитлз. И вот такие вот тут есть палочки. Да. Natural Addicts за евро с половиной. Тик-так. И у нас какие-то новые появились. Бриз. Если честно, я сама это вижу первый раз, потому что я в последнее время вообще почти сладкая. Ну так, очень мало я. Ментосы. На уж. Какой же огромный выбор. Кстати, я обычно беру себе вот такие вот виши в другой упаковке, правда. И затариваюсь так конкретно. Ну а тут любимые всеми просто вот эти вот тянучки из разряда хариба и всякая вот эта вот, как по мне, не очень натуральная еда. Ну да, это логично. Тут есть даже карифуровские. Каждый магазин делает свою продукцию и продают ее, это понятно. Такие вот палочки, и они кислые, кислые, кислые. Он даже с кока-колой. Но если честно, выглядят как-то не очень. Они так окрашены по-разному. Есть как и красные, так и фиолетовые, и розовые, и даже зеленые. И даже желтые в форме бананчиков. А вот такие вот спирали, это лакрица. И наверху тоже. Вот такой вот набор. Мама как-то купила, значит, попробовать. Оказалось, это лакрица, которую я просто ненавижу, как и, собственно, моя мама. Мы подарили это моей подруге, и она с радостью это съела. И она попросила привезти вот такую вот пачку на родину. Ой, ненавижу. У меня от этого черного просто в глазах рябит и мерещится по полной. Есть вот такие вот сморпеньки. Та-ра-та. Цены на такие вот вкусняшки по 2 евро приблизительно. Даже в форме яичницы. Такое бывает. Такие вот драже и леденцы в форме кока-колы это уже стандарт. Китлс тоже, конечно, уже никого не удивишь этим. Разве что вот таким вот размерчиком. Мини-пшупачоксы. Какие они маленькие, прям на один зуб. Я недавно покупала очень маленькое мороженое. Оно вот такого вот размера. И там около 50 калорий. На самом деле это очень даже оптимальный вариант. То есть ты вроде как съел мороженое, охладился, и тебе хорошо. Не надо кушать вот такие вот огромные порции. Вот это, это просто, ну, суперский подарок кому-нибудь. Для тех, кто не хочет покупать конфеты в пакетиках, придумали коробочки. Во. Но они уже стоят по 6 евро. И вот урсоном. И еще и та же есть белая. Ненавижу белый шоколад. Вот вообще ээ. И также маршмеллоу. Еее. Самые дешевые по евро. А такие размеры гигантские, да извините. Не, не надо, спасибо. Вот такие упаковки сразу бросаются в глаза, потому что тут такая лента, все желтенькое, такое яркое. А внутри там чупа-чупсы лежат. Ну, в таких вот упаковках маленьких. О, сколько гадостей. Вот это смешное, прям маунты. Нереально гигантские чупа-чупс. Вот полоски. А, это как макаронки, но нет, не макаронки. Пес-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з. Карамбар. Карамбар. Чупа-чупс. Конфетки. Пожалуй, самое любимое из всего этого, это вот такие вот конфетки карамельные. пинтон и дальше-дальше-дальше собственно виши про который я вам говорила о 8 калорий то есть вот одну съедаешь конвитку и 8 калорий мало а тут 7 калорий красиво показывают будто ты раскалываешь этот леденец и там прям все вода выпрыскивает ну да да конечно прямо вода выпрыскивает а вот вот эти конфетки я привозила и какое же г мне так это не понравилось ненавижу лакрицу и я вам тоже говорила ну и пожалуйста и боится то есть воздушная волна и тик так такие упаковки насколько я знаю не продаются в россии когда я планировала снять это видео у меня было изначально две цели это во-первых показать вам ассортимент сладостей в магазине а во-вторых найти кое-что вы иметь сладость за одно евро и у меня это получилось да я оставил вам это на сердце ровно за одну евро я нашла вот такой вот мешок с деньжатами вернее нет это даже не деньжата вы что поверили это сладости шоколадки которые упакованы вот в такую красивую обертку раньше мне часто покупали вот такие вот конфеты но на самом деле там шоколад откровенно говоря не очень я умудрилась эти даже лидера вот такие вот конфетки типа виши даже круче стоит 99 сантимов то есть около 70 рублей а вот еще маршменки за 99 а вот дополнение мм дэмсов и я говорила 550 грамм так тут вообще целая тысяча вы можете себе поверить тысяча и стоит 839 а я конечно в шоке такая упаковка размером с мою лицо если даже не больше вот такие вот мини-бургеры тролли они очень смешные надо же на вкусненькие ну а также бин бузл я их заказывала в интернет-погазине за такую же цену 4 евро и сахарная вата она уже такая маленькая из всего ассортимента я выбрала вот такие вот конфетки моей лучшей подруги такая охота на сладости магазине калифур у меня получилось ставь лайк если тебе понравилось это видео и напишите в комментарии какой вам больше нравится шоколад белый или черный лично я за черный даже замолочный также пишите в комментарии ассортимент какого продукта вы бы хотели увидеть от меня в магазине во франции всех вас очень очень люблю подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик так же ставь лайк под этим видео прикол ант крэйзи пока пока